Россия будет обжаловать решение из полкома Всемирного антидопингового агентства об отстранении нашей страны от всех крупных международных соревнований. В правительстве считают, что нужно бороться до конца. Накануне ВАДА пошло на беспрецедентное наказание России. Этот скандал называют самым громким в истории спорта. Эксперты доказали, а наши чиновники согласились с тем, что базу данных с результатами допинг-проб российских спортсменов, которую передали международным специалистам, частично поменяли. В агентстве считают, что наше государство намеренно пошло на подлог, чтобы скрыть следы применения запрещенных препаратов. Решение из полкома ВАДА запрещает участвовать российским спортсменам в Олимпиадах и чемпионатах мира. То есть под своим флагом мы не сможем участвовать в летней Олимпиаде 2020 года в Токио, в зимней 2022 года в Пекине, в чемпионате мира по футболу в Катаре, на универсиадах в 2021 и 2023 году. Вместе с тем, участие России в первенстве Европы по футболу пока не оспаривают. Но кроме этого, наша страна не сможет проводить у себя крупные соревнования. В последние месяцы, например, Косновский край боролся за право принять чемпионаты мира по борьбе и волейболу. Министр спорта Павел Ростовцев считает, что наш регион будет до конца претендовать на проведение этих мероприятий. У нас уже было принят ряд решений о проведении чемпионатов мира по борьбе в 2022 году, отдельных матчей по волейболу в 2022 году. Мы контактируем сейчас с общероссийскими федерациями, мы через них контактируем с международными федерациями. По крайней мере, на сегодняшний день позиция по отношению к Красноярску самая позитивная. Но решения будут приниматься, еще раз повторюсь, на международном уровне. У нашей страны есть 20 дней, чтобы обжаловать решение исполкома ВАДА. Эксперты считают, что шансы положительного исхода невелики, поскольку Россия признала подмену базы данных российского антидопингового агентства. Специалисты предполагают, что Россия сейчас будет настаивать на том, что сама ничего не меняла, сделал это специально кто-то другой. Жесткие санкции ВАДА уже называют похоронами российского спорта. Есть разные мнения, кто в этом всем виноват. Одни ищут в этом деле политику, другие считают, что нужно с наказанием согласиться и серьезно реформировать систему подготовки атлетов. Наш корреспондент Виталий Поляков сегодня изучал мнение, он сейчас в студии. Виталий, как воспринимают решение ВАДА власти, эксперты и в сети, что об этом пишут? Даша, столь жесткое наказание ВАДА спортивные эксперты ожидали. Они сейчас называют этот допинговый скандал самым крупным, крупнейшим в истории мирового спорта. Вообще сложно переоценить значение международных соревнований для атлетов. Наверное, многие просто грезят золотой медалью Олимпиады, как поднимается флаг, как гордится вся страна за тебя. Ну а теперь есть риск, что целое поколение спортсменов может быть лишено этой мечты. Традиционно президент Владимир Путин видит в наказании политик. Он считает, что несправедливо наказывать чистых спортсменов, тех, кого не поймали на применении допинга. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересной спорта и олимпийского движения не имеющие. Действительно, ВАДА еще никогда не принимала решения об отстранении целых стран от соревнований. Но и таких масштабов нарушений, которые допустила Россия, тоже в истории не было. ВАДА считает, что в нашей стране выстроена целая система, которая фактически поощряет допинг и прикрывает факты его применения. Четырехкратный олимпионик Александр Тихонов говорит, что наказание для России обосновано. У нас д*** спортсменов, которые сидят в Госдуме, 20 с лишним олимпийских чемпионов. Могли они поменять закон о допинге? То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне ВАДА. Сегодня в прессе опубликовано открытое письмо легкоатлетке Марии Лисицкеня. Она обвиняет Министерство спорта России. Олимпийский комитет фактически в бездействии. Говорит, что в легкой атлетике после всех допинговых скандалах, цитирую, по-прежнему вовсю используют запрещенные препараты. Спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге. А чиновники и руководители фальсифицируют официальные документы. Ну и, естественно, руководитель Олимпийского комитета, президент Олимпийского комитета России с такой позиции не согласен. Борьба с допингом должна вестись бескомпромиссно и жестко в рамках закона. Виновные должны нести полную ответственность. Но закон не может превращаться в кнут для невиновных и применяться избирательно по национальным, идеологическим и тем более политическим основаниям. Это сейчас такое распространенное мнение. Вообще, те, кто защищает сейчас наши федерации, наших спортсменов, у них, как правило, только два аргумента. Первый – это то, что допинг употребляют все, и заграниченные спортсмены наказывают почему-то только нас. И второй аргумент, что несправедливо наказывать целую сборную. Ну а другие в интернете в сети пишут, что виноваты спортивные чиновники и система в целом. Не нужно опинять на якобы враждебных функционеров ВАДА, нужно просто бороться с применением допинга. Вот что пишет сегодня авторитетное издание sports.ru. Наши манипуляции с базой – это, по сути, признание. Доказательства допинговой госсистемы. Дырка в стене, сантехник из ФСБ, банк чистых проб, допинговый алкококтейль, участие министра спорта – все это было на самом деле. У нас нет спорта в его традиционном понимании. В России он давно превратился в спецоперацию по добыче медалей. Даша, ну это, пожалуй, все мнения. Надеемся на лучшее в любом случае, что все-таки удастся нам выступить под своим флагом и на Олимпиаде, и на других соревнованиях.